Сьерра-Леоне За добычу алмазов отвечал итальянский геолог, профессор Питони. Он собирал образцы органического материала вокруг найденных фигур, чтобы установить их возраст. И результаты анализа почвы стали невообразимой сенсацией. 17 тысяч лет – таков возраст самых древних скульптур. Но не это сильнее всего поразило исследователей. Среди фигур самая маленькая изображала динозавра Терекса. Она издавала звон. Профессор Питони отправил ее на исследование, которые показали, что внутри фигурки находится железный шар. Оказалось, что он изготовлен из хромированной стали. Кому же 17 тысяч лет назад удалось получить сплав хрома и железа? Что за высокоразвитая цивилизация обладала удивительными знаниями и навыками? Австрийский археолог, исследователь феноменальных находок Клаус Дона с нетерпением ожидал везти из Вены, куда отправили шарик, спрятанный в каменной фигурке динозавра. Мне позвонили профессора и сказали, «Господин Донна, это какая-то злая шутка, потому что этот шарик сделан из хромированной стали, а хромированная сталь была впервые произведена в 1904 году». Я тогда позвонил профессору Питони и спросил, не ошибся ли он, и действительно ли шарик находился внутри именно этой фигуры. Он моментально нашел рентгеновские снимки, которые были сделаны до того, как фигуру вскрыли, и доказал, что шар действительно находился внутри нее. Клаус Дона более 30 лет исследует артефакты, которые не поддаются объяснениям здравого смысла и исторической классификации. Эти артефакты просто не должны существовать в соответствии с официальной хронологией, но их находят по всему миру. В конце 60-х годов, во время строительных работ в Колумбии, в горных районах, рабочие откопали несколько изделий из черного камня людита. Он почти такой же твердый, как гранит, но у него слоистая структура. С людитом очень трудно работать. Тем не менее, древним мастерам каким-то образом удалось изготовить из людита так называемый генетический диск. На нем есть тонко выполненная гравировка, изображающая разные этапы развития человеческого плода. И самое интересное, изображение человеческого оплодотворенного яйца и неоплодотворенного. Сперматозоиды. Их невозможно разглядеть невооруженным глазом. Только с помощью специальных микроскопов. Структура слоистая. Вы видите, что легко отщепить частицу. И поэтому, даже сегодня, обладая современными технологиями, было бы трудно выточить такие изображения. Еще одна невероятная сенсация. В 1948 году в США при добыче раскололась огромная глыба угля. Каково же было удивление рабочих, когда внутри они нашли железный кубок. Возраст угольных залежей в этом месте в Иллинойсе 60-65 миллионов лет. И тут возникает вопрос, кто был способен 60 миллионов лет назад изготовить такой кубок? Возможно, человечество гораздо старше, чем считает официальная наука. В начале 20 века в штате Оклахома шахтеры, которые добывали уголь, прорыли глубокий тоннель. Под землей они обнаружили странную дверь, сделанную из шестидюймовых каменных квадратиков, которые были отполированы до зеркального блеска. В 1892 году в штате Иллинойс была женщина, миссис Колб, которая хотела подкинуть кусочек угля в печку. Кусок был большой, поэтому она разломала его пополам, а внутри неожиданно обнаружила золотую цепочку 8 дюймов в длину. Этому углю около 300 миллионов лет. Но неужели в столь глубокой древности на земле жили не только искусные ювелиры, но и создатели компьютерной техники? В 19 веке на затонувшем древнем судне недалеко от греческого острова Антикитера нашли механизм, который содержит большое число бронзовых шестерен в деревянном корпусе. Есть на нем и циферблаты со стрелками. Математик Дерек де Солла Прайс сделал рентгеновские снимки механизма и был поражен открытием. Прибор состоял примерно из 70 разных деталей. Что же это такое? Исследователи провели реконструкцию и предположили, что это нечто вроде вычислительной машины, звездный компьютер древности и GPS-навигатор. Кроме того, это еще и календарь. Это очень сложный дифференциальный прибор. Подобный в 19 веке запатентовали. Эти технологии применяют в автомобилях. Каким образом это могло быть у них более двух тысяч лет назад? Это до сих пор остается загадкой. По всему миру археологи и геологи находят странные артефакты, которые свидетельствуют о применении высоких технологий в древности. Лингвисты, изучая древние тексты, читают поразительные инструкции. Но почему же даже сейчас у нас нет подобных технологий? Мы их утратили? Или еще не изобрели? Но находки явно доказывают существование в древности высокоразвитой цивилизации, которая обладала удивительными знаниями. И, похоже, она процветала до глобального планетарного катаклизма, который мог отразиться в древних текстах как «Великий потоп». В 1984 году в Эквадоре, в Ламане, при работах по добыче золота была найдена пещера. И в этой пещере находились более 300 объектов, которые совсем не соответствовали доколумбовой культуре. Самый интересный из них — 350-килограммовый гранитный камень, на котором выбита карта мира от северного до южного полюса. На этой карте можно различить Италию, Грецию, Средиземное море. Однако там, где сегодня находятся Япония и Тайвань, раньше простирался длинный континент. От самого северного японского острова сегодняшнего Сахалина до Тайвани. Индия на каменной карте гораздо больше, чем сегодня. Всю карту пересекает белая кварцевая линия, начинающаяся на Ближнем Востоке. В Атлантическом океане она пересекает некий континент, которого сегодня не существует. Возможно, это и есть легендарная Атлантида. Если здесь изображены континенты, которые сегодня не существуют, как этот континент в Атлантическом океане, этой карте должно быть по меньшей мере 12 тысяч лет. И тогда возникает вопрос, кто мог в то время создать на камне такую совершенную карту мира? Директор научного центра фундаментальных исследований в области естествознания Александр Калтыпин не раз задавался подобными вопросами. Кто создавал мегалитические сооружения? Какие технологии использовали? Но главное, когда были построены древние города? Александр Викторович исследовал множество древних построек в Израиле и Турции. Посетил много подземных сооружений и пришел к неожиданному выводу. Возражение ученых, что до нашего человечества ничего раньше на Земле не было, что человек образовался из обезьяны примерно 2 миллиона лет назад, человеческая цивилизация начала развиваться 200 тысяч лет назад, а современный человек последние несколько тысяч лет ничего общего с действительностью не имеет. Руины древних образований рассказывают совсем другую историю. Анализ отложений позволяет установить примерный возраст, их возведения. Минимально этим образованием 500 тысяч лет, а скорее всего более миллиона лет. Получается, что уже тогда обитатели нашей планеты были способны строить грандиозные города. Как же выглядели допотопные сооружения? В Турции археологам и геологам удалось спуститься на глубину более 80 метров и исследовать часть этих городов. Их площади занимают десятки квадратных километров. Подземные переходы к галереи ведут из одного города в другой. Высота некоторых залов достигает 30 и более метров. Много правильной формы подземных залах, в которых высечена в скалах колоннада, с идеальной формой огранки, какие-то подземные троны, много шестобарельефов, которые изображают символы Солнца, высеченные кресты. И все это переходит плавно, постепенно в наземный комплекс. Наземный комплекс, который представлен гигантскими мегалитическими блоками. Изучая в разных местах допотопный комплекс, Александр Колтыпин отметил технологию строительства, которая в корне отличается от современной. Тогда не использовались железобетонные конструкции и скрепляющие материалы. Каким-то образом гигантские блоки вырезались из горных пород и подгонялись друг к другу без раствора. Подземные залы тоже вырезаны из камня. Это не первобытные люди. Это вырезали не в первый век нашей эры или в первое тысячелетие до нашей эры с помощью каменных или бронзовых орудий. Это вырезала какая-то мощная, суперразвитая цивилизация. Исследователи поразили странные образования, которые найдены в Израиле и Турции. Их называют колокольные пещеры. Они словно высверлены гигантским буром. Как будто вначале бурилось небольшое отверстие, а потом постепенно расширялось. В итоге получалось отверстие идеальной формы колокола. Все выглядит так, как будто это создавала супермощная техника. На куполе вырезаны отверстия в форме пирамид. В центре стоит огромный камень, менгир. В каких целях использовались колокольные пещеры? Вот, особенно меня поразило. Вот смотрите, как прям лазерный луч идет сквозь эти дыры. И если под ним стоит вот такой вот менгир, как я показывал вам снимок, и внутри вот какие-то системы дыр, которые усиливают, действительно, может, это какое-то оружие было. Или какой-то поток космической энергии, который выполнял какие-то функции. Сооружения, которые там 2000-3000 лет, даже 4000 лет до нашей эры, они настолько примитивны, из глины слеплены кирпичи, глинистым цементом заделаны, просто даже их сравнивать нельзя. Однако не только археология опровергает наше представление об истории. Немало загадок оставили в наследство алхимики. В учебниках они называются первыми средневековыми учеными. Алхимия окутана туманом мистицизма. Описание химических процессов похоже на сказку, где в смертельную схватку вступают разноцветные хищные звери. Представьте себе химическую реакцию, которая описывается образами драконов, один из которых поедает другого, потом появляются змеи и так далее. Если не знать этой символики, понять ничего невозможно. О значении символов алхимики рассказывали только своим ученикам. Вот превращение вот этих вот звероподобных веществ наименований, это была стилистика речи алхимика. То есть, как говорили алхимики, говорили на таком странном, эзотерическом, тайном языке. Вот. И поэтому расшифровка алхимических текстов бывает довольно трудна. Главный секрет алхимиков – процесс превращения обыкновенных металлов в драгоценные золото и серебро мы можем прочитать, но не понять. Эта тайна так и осталась нераскрытой. Удалось ли кому-то изготовить квинтэссенцию алхимической трансмутации, философский камень? Действительно ли он обладал способностью облагораживать металл? У них была такая вечная цель, например, получить золото из несовершенного больного металла. Таким лекарством мог послужить философский камень, созданный из соединения ртути и серы. Но это были непростые химические элементы. Какой-нибудь свинец, какая-нибудь медь и так далее, его надо было вылечить. И для этого придумывались всякие медикаменты. Они умели смешивать настоящую ртуть и прибавлять к нескольким унциям ртути или серы несколько унций злости или любви. Понимаете? Смешение реальности и виртуальной реальности, это для них было важным делом. Кому из известных алхимиков удалось создать философский камень? Николай Фламель, знаменитый алхимик в средневековье, работал переписчиком рукописи и большим состоянием не обладал. Однако известно, что ему в руки попала важная алхимическая рукопись. Фламель якобы ее расшифровал. И после многочисленных опытов получил философский камень. В конце жизни он разбогател. Разбогател, по-видимому, колоссально. Источник доходов его неизвестен. Но как он их употребил? Он возводил больницы, ремонтировал кладбище, обустраивал кладбище. То есть старался делать то, в чем нуждаются самые, может быть, нуждающиеся из людей. Однако никто не должен был использовать философский камень для личного обогащения. Таковы принципы светлого алхимика. Средства, которые он заработал, должны быть направлены на благие цели. Английский медиум, мистик и алхимик Эдвард Келли, видимо, забыл об этом. Он внезапно разбогател и стал тратить деньги на пышные обеды в Праге при дворе императора Рудольфа II. Эти сумасбродства надоели Рудольфу, и он заключил Келли в тюрьму. При попытке бежать, алхимик погиб. Но как же Келли удалось получить несметные богатства? Эдвард Келли всю жизнь мечтал о философском камне и просил у ангелов только одного, чтобы они ему открыли секрет камня. Он понимал, что человек не в состоянии открыть эту вещь. Он надеялся на ангелов, с которыми общался. Не только алхимики обращались за помощью к неким существам, обладающим сверхъестественными возможностями. Согласно древним текстам, египетская богиня Исида тоже просила ангела раскрыть тайну получения золота. Ангел говорит, что откроет тайну, но не ранее, чем она вступит в близость с ним. Дальше идут различного рода хитросплетения с обоих сторон. Ангел, в конце концов, раскрывает эту тайну, которую Исида передает Гору. Способны ли современные ученые продолжить эксперимент алхимиков? Создать философский камень и превращать обыкновенные металлы в золото? Я думаю, что чудеса такие в принципе могли бы быть. Если считать алхимию предшественницей ядерных превращений, если считать, что любой металл можно превратить в другой с помощью обстрела, его ядра и так далее, можно в конце концов дойти до золота. На это золото будет дороже той энергии, которая на это затратила. Предназначение философского камня состояло не только в получении золота. Он мог послужить универсальным лекарством. Его раствор, так называемый золотой напиток, должен был исцелять все болезни, омолаживать старое тело и удлинять жизнь. Удалось ли алхимикам создать эликсир бессмертия? Они все время приближались к цели, находились без пяти минут от вечности, без пяти минут, но никогда не ближе. И на этом останавливались, поскольку у них ничего не выходило. Однако есть данные, что Раймунд Лули, испанский ученый и алхимик, рыцарь и монах 13 века, продвинулся по пути бессмертия. Легенды гласят, что он создал чудодейственное средство, которое исцеляло от душевных и физических скорбей. Те, кому посчастливилось видеть эликсир, говорили, что он похож на порошок, сияющий, как радуга на небе. На поиске философского камня Раймунда подвигла любовь к замужней сеньоре, Амброзии Ди Костелло. Он был сражен красотой дамы, но она не отвечала взаимностью. Рыцарь настаивал. Тогда Амброзия написала ему письмо. «Чтобы ответить должным образом на любовь, которую вы называете божественной, сверхъестественной, я должна быть вечной». Говорят, что существует эликсир, дарующий бессмертие. Найдите же его. И после того, как будете уверены, что нашли, приходите ко мне. И в тот же миг я буду вашим. Всю последующую жизнь Раймунд Лулей посвятил открытию древней тайны. Через 30 лет в дом Амброзии Ди Костелло пришел старик. В руках алхимик держал чашу, наполненную блестящей красноватой жидкостью. Амброзия задумалась. «Скажите, а ваш эликсир дает только бессмертие или возвращает молодость? Только бессмертие», ответил Лулей. За эти годы Амброзия утратила молодость и красоту. К тому же ее мучила страшная болезнь. Она не видела смысла продлять земные муки. И ее ответ рыцарю был ожидаем. «Простите же меня и дайте мне принять то, что я должна пережить и обрести вечную молодость. На небесах я не хочу оставаться прикованной в этом состоянии к тому, что вы называете жизнью и бессмертием». Лулей разбил чашу с эликсиром и остался в монашеском одеянии при ложе умировшей Амброзии Ди Костелло. Вскоре она скончилась. Сам алхимик прожил долго. Как гласят средневековые легенды, не раз он стоял перед лицом смерти, но творец, протягивавший ему руку помощи всякий раз в ужасе отдергивал ее. В конце концов, Раймонду Лулию были дарованы прощение и смерть. Но ведь алхимия появилась гораздо раньше. Кто же был родоначальником этой науки? Тут мы подходим к самой главной тайне. Кто изобрел алхимию? Алхимию придумал Гермес трижды величайший. Он же Гермес-твесмегист или египетский бог Тотт. Реальное историческое лицо. Доказательство существования Тота Гермеса находится в Берлинском музее. Это Весткарский папирус, где рассказывается, как фараон Хеопс искал ковчег мудрости Тотта. Согласно легендам, Тотт Гермес был обожествленным царем Египта. Он почитался как бог мудрости, покровитель наук, песцов, священных книг, создатель календаря. Куда же исчезла книга Тота? Это знаменитое произведение, выбитое на 78 золотых пластинах, на которое ссылалось множество древнегреческих ученых. Неужели книга, раскрывающая тайны управления различными энергиями, тайны власти над землей, океаном и небом, тайны сверхспособностей, как описывали ее историки, бесследно исчезли. Считается, что египтяне, предвидя конец своей цивилизации, скрыли эту книгу. И скрыли весьма хитроум. Есть версия, что книга Тота представляла из себя рисунок. Египетские жрецы разделили его на ряд образов. Считается, что 78 карт Таро произошли от 78 золотых табличек, страниц книги, написанной Тотом Гермесом. Одна из версий происхождения Таро говорит о том, что это наследие древних цивилизаций, плодами которых пользовались, в том числе, египетские жрецы. И что карты Таро это как бы библиотека этой жизни, библиотека мира. В преданиях тайных рыцарских орденов упоминается о том, что 22 картины старших арканов Таро были изображены на стенах 22 комнат некоего египетского храма, в которых ученики жрецов проходили посвящение. Есть такое предположение, что как раз от древних цивилизаций до нас дошло только изображение старших арканов. То есть изображение основных космических часов, влияющих на жизнь человека, то есть периодов, когда, что и как. Предание гласит, что тот Гермес обладал наследием погибшей цивилизации Атлантиды. Он же был и строителем Великой пирамиды в Гизе. В ней он зашифровал свое знание древней мудрости и спрятал летописи древних атлантов. Этот бог был автором 36 тысяч книг, посвященных магии, астрологии, алхимии и медицине, важнейшей из которых является знаменитая изумрудная скрижаль. Это заповедный текст для алхимиков всех времен и народов. Значит, этот текст выбит на могиле Гермеса, на предполагаемой могиле Гермеса Трисмегиста близ Хеброна. Изумрудные скрижали Гермеса Трисмегиста были переведены доктором Мурисом Дореалем и опубликованы в 30-е годы 20-го века. Там сказано «Я, тот Атлант, господин таинств, хранитель летописей, могущественный владыка, маг, живущий из поколения в поколение, в преддверии ухода в залы Аменти, дабы указать путь для тех, кто придет после, передаю эти скрижали могущественной мудрости великого Атланта». Гермеса Трисмегиста говорил, что это были Атланты, что Атланты были учителями египетских житов, а Египет считается родиной Таро, ну, по крайней мере, родиной той информации, той философии, которая сейчас нам уже известна под видом там карты Терреса Маттарта. Кто такие были сами Атланты? Ну, есть несколько вариантов. Может быть, это была предыдущая цивилизация Земли, может быть, это были какие-то пришельцы, каким-то образом попавшие на Землю со своими инструментами, со своим большим объемом знаний. Какие следы присутствия Атлантов сохранились до нашей дни? Большинство исследователей древности склоняется к версии, и что они обладали не только сверхспособностями и супертехнологиями, но и высоким ростом. А доказательств того, что когда-то по Земле ходили гиганты, достаточно. Так в Боливии обнаружены скелеты людей, рост которых составлял 2,5 метра. В древних документах историков времен конкистадоров, например, у Кьеса де Леоне, можно прочесть, что на побережье провинции Эсмеральда в Эквадоре находили человеческие скелеты размером в 5 раз больше обычных. Еще одна интересная находка из Эквадора. Внимание исследователей привлекла пирамида высотой 27 сантиметров, изготовленная из тяжелого серого камня. На пирамидке 13 ступенек и необычный глаз. Вмонтированный глаз при нормальном освещении серый, но если на него направить ультрафиолетовый свет, то глаз загорается ярким светом. Мне кажется, это напоминает ту картину, которую видишь в сильный телескоп, наблюдая созвездие. Из-за этого явления глаз назвали глазом Божьим. На дне пирамидки надпись, которая обрамляет золотое изображение созвездия Ориона. Перевод этих знаков, согласно президенту немецкого лингвистического общества Курту Шильдману, звучит так. Сын Творца идет. Надписи на пирамидке с глазом напоминают письмена на дощечках Ронга-Ронга с острова Пасхи и тексты Мохенджадаро. Также похожие знаки обнаружились на камнях в Колумбии, в США, во Франции, на Мальте, в Австралии и на керамических пластинах в Италии. Мы предполагаем, что это свидетельство существования неизвестной древней цивилизации либо каких-то глобальных контактов. Иначе невозможно объяснить существование этих камней и керамических листов с одинаковой надписью на разных континентах. В мифах многих народов также рассказывается о богах, спустившихся на землю с небес. По утверждениям шумерских текстов примерно 450 тысяч лет назад с планеты Нибиру прибыли сознательные существа-аннунаки. Почитайте древние тексты, например, Ингийский эпос, или даже Библию, или Самарийские тексты, в которых говорится об аннунаках. В Библии упоминаются так называемые нефилимы, древние гиганты. В книге «Бытия» говорится о том, что сыновья Божьи спустились к людям на землю. Они были либо людьми огромного роста, либо представителями иных миров. Часто отмечается, что у них была большая продолговатая голова. Черепа такой формы археологи находят по всему миру. Некоторые из них были деформированы искусственно или врожденно. Но есть вытянутые черепа, которые красноречиво говорят об их нечеловеческой природе. Так что же это за яйцеголовые существа? Самую интересную находку, связанную с длинными черепами, мы сделали во время нашей первой поездки в Южную Америку, в Перу. В маленьком музее в городе Икка, носящем название «Богатство Девы Марии», были экспонаты невероятной длины черепа. Но среди них были черепа, форму которых, и это подтвердили мне эксперты, невозможно объяснить лишь искусственным удлинением. Они в два раза длиннее, чем обычные человеческие черепа. И это абсолютно исключает искусственное удлинение. Предположительно, задолго до Анунаков на Земле побывали другие боги. Русский художник, философ, мистик, писатель, путешественник, археолог и общественный деятель Николай Рерих четко определил дату, когда на нашу планету прилетели пришельцы. Век господства мезозойских чудовищ, динозавров. То есть это было пришельцы, Землю посетили первые белые боги, он их называл сыны мудрости, 65 или более миллионов лет назад. Рассказы о белокожих пришельцах-полубогах встречаются в мифах и легендах народностей Южной и Центральной Америки. В Перу творца мира, людей и всех живых существ называют Веракоча. Мексиканского близнеца Веракоча звали Кецалькоатль или Пернатый змей. Он считался великим богом света, образования и культуры, автором законов и календаря. В альпийских сагах можно встретить описание, что народ, который там обитал, Камоник, воевал с соседями, с греками, и что им помогали существа с орлиными крыльями, которые спустились с небес. И самое удивительное, что подобные легенды есть в Китае про Чикунга. Эти народы имеют мало общего, а рассказывают одинаковые легенды. И это только теория, но все указывает на то, что действительно речь идет о гостях из космоса. Но вот еще один аргумент в споре. Кем же были высокоразвитые обитатели доисторической земли? Атлантами или пришельцами? В Южной Америке обнаружены разнообразные керамические фигуры, возраст которых около двух с половиной тысяч лет. Подобные же найдены и в Японии. Им примерно шесть тысяч лет. Монавт. Археологи говорят, это якобы шаман или бог Ягуар. Но ведь мы не знаем, кем был этот бог Ягуар. Если есть костюм космонавта, значит, должен быть космический корабль. Каким же образом боги перемещались? Многие народы слагали о летательных аппаратах своих богов легенды и сказки. Практически каждый бог прилетал на огненной колеснице. Скорее всего, это нелогично. Скорее всего, это было на самом деле, это отражение какой-то реальности, которая была в то время. Древние люди были свидетелями таких явлений, и они описывали это все в своих сказаниях или в каких-то древних текстах. В Древней Индии были известны летательные аппараты Виманы. Индийский исследователь Канишк Натхан писал, что Виманика Шастра это древний санскритский текст, который описывает технологию, находящуюся далеко за пределами науки того времени. Древний текст содержит формулы металлических сплавов, керамических материалов и стекла, которые использовались в изготовлении летательных аппаратов. У великого древнеиндуистского царя по имени Шалва был необыкновенный воздушный корабль. Он получил этот корабль от внеземных цивилизаций. Царь Шалва использовал НЛО или космический корабль, который он получил от инопланетянина для атаки города под названием Дворака. Этот город до сих пор существует в северо-западной Индии. В этом документе говорилось, что одним из оружий у этого короля было что-то похожее на вспышку молнии. Часть города была разрушена этим энергетическим оружием. Также в тексте пяти тысячелетней давности говорится, что этот космический корабль мог появляться в нескольких местах одновременно. Его движения были описаны как движения бабочки. Это странным образом напоминает сегодняшние рассказы людей, наблюдавших НЛО. Однако атланты тоже могли похвастаться подобными достижениями науки и техники. Предположительно, в Атлантиде, как и в Древней Римской империи, были летательные аппараты. Высокие технологии, электричество, металлы и машины, которые позволили им создать эти воздушные суда. В империи Рамы, как указывается в Рамаяне, и других текстах, написанных на санскрите, эти летательные аппараты назывались виманами. В Атлантиде, как предполагается, они назывались Вайликси. Американский пророк Эдгар Кейси из своих видений узнал, что в Атлантиде были самолеты. Также он говорил об огромных, мощных, внушающих ужас в кристаллах, которые вырабатывали энергию. Кристаллы передавали энергию прямо в атмосферу, и эта энергия могла питать двигатели летательных аппаратов. Возможно, эти кристаллы были установлены на вершинах гигантских пирамид, таких как пирамида Хеопса, и направляли энергию в воздух. Древние боги обладали невероятными познаниями и, судя по описаниям, были всесильными. То, что они творили, было чудом. Здесь я могу привести цитату известного писателя и ученого Артура Кларка, который сказал, что любая достаточно развитая технология почти неотличима от магии. То есть, понятно, почему наши предки принимали этих инопланетных существ за всесильных богов. Знаниями и навыками боги делились с людьми. Они принесли на Землю все ремесла и науки, необходимые для перехода к цивилизованной жизни. Были отцами математики, металлургии и астрономии. Были блестящими строителями, которые научили людей с секретом каменной кладки и архитектуры. Есть версия, что они же наделили людей сверхъестественными способностями. Человек был создан со способностями общаться с богами, жить в гармонии с природой, а поэтому человек мог и левитировать, и читать мысли, и обладать какими-то знаниями, и перемещаться в пространстве. И описание вот этих способностей мы находим в древних текстах, не только в мифологии, но и даже в древних текстах, в научных текстах, где описаны вот эти способности. Потом вдруг боги исчезли, а вместе с ними пропали и знания. Что же произошло? Быть может, представители высокоразвитой цивилизации погубили себя сами? Ведь в древних индийских эпосах говорится о том, что разные народы вели разрушительные войны и использовали оружие, схожее с ядерным. Когда археологи вели раскопки в Мохенджо-Даро, древнем городе, расположенном на территории современного Пакистана, то обнаружили, что мертвые люди лежали прямо на улицах. Город был разрушен оружием, таким же, как, например, нейтронная бомба, и все жители города погибли. Речь идет о том, что в определенное время в прошлом могла идти мировая ядерная война, и Атлантида, расположенная в Атлантическом океане, государство Центральной Америки, а Сирийская империя в Средиземноморье и империя Рамы в Древней Индии вели друг с другом войны и использовали в них свое оружие. Возможно, всему виной глобальные катаклизмы. Легенды о всемирном потопе имеются у многих народов, населяющих различные части земного шара. Вот как писали об этой катастрофе в древнем индейском эпосе «Попа-Львух». Смола и деготь лились с неба. Земля погрузилась во мрак. Днем и ночью шли сильные дожди. Об этой катастрофе можно много говорить, потому что ее описывают все предания. События произошли тогда действительно грандиозные, потому что, согласно Хопе, Земля сошла со своей орбиты, дважды перевернулась в пространстве. Ее земная ось изменилась с вертикального до горизонтального. Одна половина была погружена во тьму, другая была светлая. В рукописях древней Мексики сохранилось предание о всемирном потопе, уничтожившем на земле неугодную богу расу великанов. Все люди превратились в рыб, за исключением одной пары, спрятавшейся в ветвях дерева. Интересно, что во всех легендах о потопе у жителей Нового Света упоминаются землетрясения и извержения вулканов. Не считая Библии, написано у шумер, у южноамериканских разных племен, много чего написано именно об этом событии, которое произошло неожиданно для инопланетян. И по сути дела, у них были здесь какие-то станции слежения, у них были какие-то здесь вообще сооружения, была техника, которую они завезли, у них были роботы, которые им помогали в их нахождении здесь. И вот все это залило. И все это пропало. Но так ли бесследно пропали все плоды их трудов? Высокотехнологичное оборудование, летательные аппараты, мощнейшее оружие? Или после катастрофы часть имущества удалось спасти и надежно спрятать? Какие уголки Земли пострадали в результате катаклизмов менее всего и могли стать надежным укрытием? В один момент этой катастрофы условия на Земле были такие, как на Венере сейчас, то есть она была нагрета до порядка там 300-400 градусов и жизнь спаслась только под землей. Почему так много подземных сооружений? Древние предания говорят, что в Гималаях есть легендарная страна Агарти, где в пещерах сокрыта совершенная военная техника древнейших цивилизаций. Кто сможет ее найти и использовать, тот покорит весь мир. Только вот добраться туда очень сложно. Некоторые исследователи полагают, что Агарти не существует в физическом смысле. Возможно, Агарти находится в параллельном мире, обитатели которого недоступны нашему взору. Ведь мы созданы так, что можем видеть только в трехмерном пространстве. Но мы можем чувствовать или можем с помощью каких-то приборов фиксировать проявления других сущностей или проявления тех же богов, которые находятся совсем в другом пространстве или в совсем другом измерении. Поэтому надо полагать, что и Агарти, и Шамбала мы как физические объекты вряд ли в ближайшее время найдем. Сергей Волков, известный путешественник, участник многочисленных экспедиций на Восток, пытался найти вход в страну Агарти. Длительное время поиски велись в Монголии. Там на стенах пещер нашли изображения летающих драконов, людей то ли с рогами, то ли с антеннами и рисунок большеголового алмаза. Местное население рассказало, что так называются и так выглядят подземные жители. Есть свидетельство и в сокровенном сказании, когда войска Чингискана шли кунь-луню, они встретили народ, который ушел под землю. То есть в древних текстах очень много рассказов и свидетельств о том, что люди жили в пещерах. И связано это с мифом об Агарти, о подземном каком-то царстве, которое связано длинными туннелями и на машинах неизвестных человечеств они сообщаются с разными континентами. Затем поиски Агарти привели Сергея Волкова в западный Тибет. Участники экспедиции оказались в местах, которые до этого времени европейцам запрещали посещать. В загадочном пещерном городе Кьюнг-Лунг-Нулкара в одной из пещер были обнаружены корзины, заполненные древними манускриптами. Причем надписи выполнены цветными чернилами, которые не расплываются. Пока эти тексты не переведены, но возможно они доказывают существование высокоразвитой цивилизации. Уникальное место в том плане, что там до сих пор археологи всерьез не работали. То есть там идешь по пещерам, на некоторых, где там сильно над ногами пустота чувствуется. То есть есть пещеры, которые имеют двойные стены. Есть пещеры, где еще лежат артефакты. То есть там можно найти сейчас полностью пещеры, которые завалены глиняными цацами. Цацами это глиняные барельефы произвели гуддийских божеств. Не исключено, что Кюнг-Лунг-Нулкара является столицей мистической древней Шамбала. Некоторые полагают, что Агарти и Шамбала разные названия одной и той же подземной страны. Но не все исследователи с этим согласны. По преданию, в незапамятные времена в пустыню Гоби упал дар Ориона на Белый остров, то есть Остров Цветов, Белый остров. И там была основана община мудрецов, которая разделилась в истории на два пути. Путь правой руки, это вращение по часовой стрелке, символ свастики, в конце которой расположены влево, избрала себе Агарти. А путь левой руки, которая вращается против часовой стрелки, против часовой стрелки, это свастика правосторонняя, символ Шамбалы. По мнению Сергея Волкова, отличие в том, что Агарти следует законам природы, а путь левой руки это подчинение природы и человечества своей воле. То есть Агарти белая магия, Шамбала черная. Получается, что Агарти сокровенный центр, который по отношению к человечеству гуманнее и добрее. Пока вход в эту страну Сергей Волков не нашел. В Тибете большое количество пещерных городов, которые до сих пор не исследованы. Китайские военные не допускают туда ученых. Видимо, есть что скрывать. Просто это стратегические объекты и в силу разных причин их скрываются. Вот, земля изъедена этими туннелями. И, может быть, и правда там летательные эти аппараты, которые время от времени появляются и которые многие видят, вылетают из-под земли, действительно перемещаются по этим туннелям. Название Агарти не случайно в переводе с санскрита обозначает неуязвимое. Якобы всемогущие мудрецы еще тысячелетия назад сделали пещеры невидимыми и создали стену психологической защиты. Они предвидели, что скрытые под землей смертоносные запасы оружия древнейших цивилизаций будут манить завоевателей. Что же это за способы защиты от нежеланных гостей? Была одна экспедиция очень интересная. Мы были по пещерам и вот потом, когда мы на память фотографируемся, возникает шар. Вот эти шары были и в Тибете и были в Губе. Интересно то, что вот эти светящиеся блуждающие огни, дважды, которые я близко с ними контактировал, нагоняют страх, первое, что я заметил. Реальный причем страх. Эти светящиеся шары ведут себя так, словно обладают разумом. Они проявляют интерес к людям, приближаются к ним. Буддисты предостерегают ни за что не входить в контакт с этими сущностями, увидев их падать ниц и просить защиты у Матери-Земли. Николай Рерих поведал, что способы защиты сакральных мест могут быть различными. От ядовитых газов, вырывающихся из трещин в камнях, до защитных экранов. Когда люди приближались к таким, то ощущали нечто вроде удара невидимыми лучами. Если же настойчивый путник не отступался от своего желания, то на него насылались сильнейшая головная боль, страх или полная равнодушие к цели своего путешествия. Надо полагать, что там действительно существуют разумные существа, обладающие огромными знаниями, которые охраняют эти знания. Однако праведникам и духовным учителям открыт путь в эти пещеры. Они-то и поведали миру, что техника, хранящаяся там, находит применение, но в мирных целях. Быть может, человечество получит доступ к знаниям, когда будет готово использовать их в разумных пределах и только на благо. Есть предсказания Падмаса Мхавы. Это очень уважаемый кибетский учитель, который предсказал, что придет время, когда будут скрытые пещеры, в которых для потомков спрятаны тертоны, это называется так. То есть будут специально люди, которым судьба доверит нахождение вот этих схронов, пещер, которые были замурованы. Некоторые исследователи, рассуждая об утраченных знаниях, высказывают другие версии. Якобы представители внеземных цивилизаций выполнили свою миссию на земле, создали все живое, использовали людей в своих целях, а потом улетели. Разумеется, знания забрали с собой. Они сделали свое задание, они выполнили работу, они собрали необходимое количество топлива, то есть лития, и, как говорится, выполнили свою работу, и, как говорится, прилетел корабль, они его встретили, они на него сели, и, как говорится, кого-то из того, кто, может быть, из приближенных к ним, они тоже с собой забрали и улетели. Судя по фактам появления НЛО в воздушном пространстве Земли, боги могут до сих пор наблюдать за нами со стороны. Чем завершится этот грандиозный эксперимент?